К новостям спорта. На домашней площадке Новоренгойский факел принимал гостей из Нижневартовска. Встреча получилась напряженной, но хозяевам удалось подарить болельщикам массу незабываемых впечатлений. За ходом игры наблюдала Дарья Федорова. Дарья Федорова. Вторая партия не менее успешна для хозяев площадки. Отрыв по очкам впечатляющий. Тренер Самотлора в таймаутах старается повлиять на игроков, но факел сильнее. Для нижневартовцев этот игровой отрезок стал разгромным. 25-15 в пользу новоренгойцев. В третьей партии у гостей площадки будто открывается второе дыхание. Подача становится сильнее, нападение хитрее. При счете 6-8 тренер Самотлора требует видеопросмотра игрового момента. Выясняется, арбитры ошиблись. Правда на стороне нижневартовцев. Это заставляет понервничать тренера новоренгойской команды. До середины партии Самотлор не допускает отрыва по очкам. Но все же факел не дает сопернику вырваться в лидеры. 25-18. С таким счетом заканчивается третья партия в пользу новоренгойцев. Несмотря на триумфальную победу, ошибки есть, признает Юрий Панченко. Но усердно работать над ними нет возможности. Очень жесткий график. У нас каждый третий день это игровой день. Много их тренировок, как может быть, разговор. Хотя я прекрасно понимаю, что им нужно какое-то тренировочное время для того, чтобы они где-то оттачивались в мастерство. Но просто-напросто сейчас нет такой возможности. У нас сплошные какие-то игры, какие-то перелеты, переезды. Поэтому очень все сложно. И все же, несмотря на это, результаты игр факела достойные. Это пятое место в турнирной таблице среди 14 команд. На домашней площадке новоренгойские волейболисты продемонстрируют свое мастерство 1 февраля на встрече с Краснодарским «Динамо». Дарья Федорова, Артур Цвелюк. Служба новостей «Импульс».